начнем с такого вопроса как вообще обычно копирайтеры ну и другие творческие люди как вот мы все смотрим на правки от клиента обычно и к чему наш вот такой подход может привести ну давайте типичную ситуацию стандартную есть автор он получил какое-то задание написал по этому заданию текст отправил клиенту клиентом папа варил эту его работу несколько дней и возвращает ему документ с каким-то количеством правок стандартный подход вот что люди делают обычно в этой ситуации это взять эти правки обычно это там в google документе и попытаться как можно скорее их принять учесть и переработать текст но это звучит довольно логично особенно если например ты отправил текст днем какие-то факты не дописаны может быть какие-то запятые ты не так поставил и клиент при прочитывании твоего текста обратил на это внимание и в что-то там поисправлял целом в этом нет ничего страшного но то есть клиент тебе отправил какое-то вменяемое количество комментариев там где-то маленькие черточки маленькие поправочки где-то он цифру дописал где-то он скорректировал где-то он может быть там захотел другое слово использовать но вот какие-то такие маленькие вкусовые нюансовые штуки ничего страшного в этом обычно нет и в 90 процентах случаев эти правки ты просто принимаешь принципе клиент мог бы точно так же эти правки внести самостоятельно ваш документ без проблем и часто так делают иногда вы видите что когда клиент принимает вашу работу уже после того как вы ее сделали он все принял да и через какое-то время публикует у себя на сайте например и там вы видите маленькие всякие изменения по тексту клиент сам что-то поправил в этом тексте ну и ничего страшного в целом как бы если он совсем уж не переначал ваш текст прямо не сделал каких-то супер кардинальных изменений может быть даже так жить с этим можно проблема в том что не все проекты выглядят вот так довольно часто в проекте клиент начинает исправлять очень много всего исправлять в тех вещах которых он явно не супер глубоко разбирается например у вас там был текст в нем было 10 хороших заголовков клиент посмотрел на эти 10 хороших заголовков и решил как-то их креативно обыграть переделать потому что ему кажется что нужны более творческие формулировки и он переписал их подзаголовках там в духе какого-нибудь коммерсанта или написал какие-нибудь пословицы и поговорки вместо ваших простых информативных подзаголовков и вот если вы относитесь к этой работе в том ключе мол ну раз клиент написал значит мне нужно это исправить вы начинаете исправлять свой компетентно написанный текст по вот этим вот не очень компетентно выданным вам правка мысль обычно логика мышления здесь такая что если клиент платит деньги и он хочет чтобы в его тексте было вот что-то такое это значит что мне нужно к нему прислушаться потому что клиент всегда прав потому что клиент знает что ему нужно и раз он хочет заменить заголовок ну давайте например продукты до заголовок он хочет заменить это на продукты и услуги на самый взыскательный вкус вот если он считает что это нужно написать именно так значит он прав значит нам нужно следовать этой его инструкции, этому его посылу. И когда таких замечаний становится довольно много, у копирайтера иногда не хватает ну что ли внимательности или сил или энергии, чтобы начать на них критически смотреть. И он просто механически их все начинает вносить. И вот он вносит, вносит, вносит. Процентов 80 случаев текст становится хуже по качеству. Копирайтер отправляет эту работу обратно. И удивительно, но клиент снова вносит какие-то правки. Причем это я вам еще написал хороший вариант, когда человек вам дал уже готовый вариант исправления. Он говорит, ну исправь здесь вот его продукты на товары и услуги на самый взыскательный вкус. Он дал конкретный вариант решения. А бывает, что клиент пишет правку в духе ну вот как-то здесь недостаточно креативно, сделайте более креативно. И копирайтер уже сам додумывает, что нужно написать на самый взыскательный вкус. Или типа торговали, веселились, подсчитали суперсервис. Ну что-то такое, да. И вот он креативно подошел к этому, повносил комментарии клиента, правки клиента так, как вот он считал нужным, отдал клиенту. И теперь самое неприятное. Клиент с большой вероятностью в ответ на это скажет, ну вот еще чего-то не хватает. Надо еще поработать. И может дать еще какое-то количество правок. И еще, и еще. То есть процесс получается зацикленный. Ты эту правку без вопросов клиенту внес. Эта правка, причем, часто ухудшает качество текста, снижает какие-то его параметры, там ухудшает его читаемость, его чистоту, его там какую-то информативность. Что-то он делает хуже. Но в деталях. Но ты раз в деталях это ухудшил, два в деталях ухудшил. И где-то там ко второму разу клиент уже начинает быть недовольным текстом в целом. Даже если он пока это не говорит, он в целом чувствует, что что-то с текстом не так. Было лучше, становится хуже, но клиент же не может сказать, что я ерунду говорю. Он может начать думать, что это вот вы какую-то ерунду делаете и надо что-то поменять. Короче, неприятная ситуация. И вот это вот все в массе. Это последствия того, что человек относится к комментариям клиента как к правкам. Давайте как бы залезем в это слово. Слово прав. Правка означает, что кто-то более авторитетный, более компетентный, более умный, чем я вносит какие-то свои пожелания, комментарии, что-то свое. И он изначально прав. Слово правка означает кто-то другой прав. И когда кто-то другой изначально прав, нужно ли нам с ним спорить, вникать в его мысль, что-то. Тем более, если он дал нам какие-то готовые комментарии, замечания. Нет, мы относимся к этому, что клиент как бы прав. Пока что просто пронаблюдайте это слово. Если мы относимся к этим комментариям от клиента к этой обратной связи как к правкам, то мы вносим эту правку и тогда получается мы отдаем клиенту документ, который он же исправил и наша роль здесь просто вносителя правок. Мы почитали, что клиент хочет, внесли ровно, сделали то, что он хочет и отдали назад. Мы как бы как творческая единица, как компетентный специалист здесь не участвовали. Мы участвовали как оператор текстового редактора, а как творческий специалист здесь работал клиент, потому что он кто? Он прав, он автор правок. Ну и из того, как я формулирую это, вы уже, наверное, догадываетесь, что у меня есть другой подход к этому вопросу. Давайте вам сейчас его расскажу. Я предпочитаю вместо слова правки использовать слово замечание. И это вроде бы какая-то ерунда, но типа, господи, какая разница правки, замечания, но вот в этом слове я вижу очень важный нюанс при работе с клиентом. Когда нам клиент присылает правки, ты его вносишь, как будто он сразу прав. Когда клиент присылает замечание, и ты относишься к этому как к замечанию, ты смотришь на это как будто бы он что-то заметил, и ты тоже должен это заметить, и вы должны вместе над этим подумать. Когда тебе присылают замечание, ты начинаешь думать над этим местом и над продуктом в целом. Что в целом происходит в вашем продукте, что сподвигло клиента написать это замечание? Получается, что комментарии клиента это не что-то, что ты берешь сразу в работу. Это что-то, над чем ты и клиент должны подумать.